В формате видеоконференции прием граждан проводится впервые. В ней приняли участие также первый заместитель главы администрации и начальник отдела экономики. Всего на прием записалось три человека. Депутат Совета городского округа Виктор Беляев обратился к вице-премьеру с вопросом, который касается дальнейшего развития градообразующего предприятия КомАПП. Дмитрий Шаронов отметил, что эта тема находится на контроле у руководства республики. С сожалению, можно сказать о том, что все идет не так, как нам бы хотелось. Нам хотелось бы развития, нам хотелось бы больших позитивных моментов в отношении нашего градообразующего предприятия. Но, к сожалению, от нас не зависит прямая корректировка хозяйственной деятельности этого завода. Вы понимаете, что это предприятие принадлежит Ростехнологиям, и мы можем лишь, ну, в худшем случае, как сторонний наблюдатель, если нас просто не слышат, да, когда мы стучимся, когда мы кричим, когда мы требуем, и в лучшем случае, когда мы все-таки имеем возможность обсудить, предложить какие-то свои варианты, предложить варианты собственной продвижения продукции. Однозначно, конечно, это одна из наших серьезнейших головных болей, завод Кумапо. И мы, конечно, будем прикладывать максимально возможные усилия в направление, чтобы это предприятие по меньшей мере давало те же результаты, как было вот в хороших периодах деятельности. Тут меня обрадовало то, что все-таки наше правительство, оно вплотную сейчас занимается проблемами Кумапо. Вот один из, так сказать, ответов, которые я получил, то, что в город ожидается приезд заместителя министра обороны товарища Борисова, который занимается именно государственным оборонным заказом. Я думаю, приезд не случайный. Все-таки он, видимо, даст дополнительную работу по линии государственного оборонного заказа. Это твердый заказ, который также, так сказать, заполнит номенклатуру, которую делает на заводе. Вот очень рад, что все-таки город Кумертау определен как город, в котором будут развиваться вертолеты разработки нашего клуба «Ротерфлай». Значит, это тоже, если будет построено новое производство этих вертолетов, также даст и рост, и новые рабочие места. О проектах по поддержке субъектов малого предпринимательства говорил директор пищевого комбината Владимир Белик. Предложения касаются поддержки предприятий, перерабатывающей промышленности. Никаких инвестиций, понятно, что не хватит, потому что все бюджеты дефицитные, республики бюджет тяжелодефицитный, России бюджет тяжелодефицитный. Здесь нужны решения на законодательном уровне. Нужно создавать условия для развития производства в городе, в республике, в стране. Пока такие условия созданы не будут, дальше разговоров, к сожалению, ничего не пойдет, потому что производство не развивается, новые не создаются, старые умирают. Дмитрию Шаронова с вопросом о строительстве путепровода обратилась представитель совета школы номер один «Гармония». Родители образовательного учреждения беспокоят безопасность детей при переходе через железнодорожные пути. Встреча длилась около часа. Все его участники отметили, что такая форма работы позволяет принимать оперативные решения по проблемам, которые волнуют граждан. На самом деле, конечно, общение по интернету не заменит личного общения. Все-таки вот эти некие ощущения, когда ты сидишь рядом с человеком, они совсем другие. Здесь, конечно, тебе передается и душевное состояние, больше доверия наверняка. Но, с другой стороны, конечно, можно, если мы говорим абсолютно технократично, то можно больше успеть. Оперативность, экономия времени, можно решить больше вопросов. Это экономия и на времени, и на материальных ресурсах, потому что просто доехать до отдаленного уголка нашей республики это 4-5 часов. И, естественно, здесь много разных факторов. Но однозначно нельзя сказать о том, что нужно полностью перейти на смарт-общение, на такое цифровое общение. Конечно, это должно в разумных мерах сочетаться, как электронное, так и личное обаятельное общение с людьми. Айгуль Мухаммедшин и Денис Тихонов. Новости.